наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте он здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и зрителям ну и начнем мы с рассекреченных не рассекреченных секретов событий конечно много происходит но давайте вот поговорим сегодня о том что нас должно было удивить кого-то но не удивило я еще прежде чем перейти к разговору если в к на всякий случай если вдруг в конце передачи не останется время то заранее поздравляю всех кто празднует с приближающимся уже рождеством у нас теперь чуть ли не каждую неделю праздники ну вот до рождества сейчас благодарю паре новолкова за помощь подготовки выпуска и давайте начнем и так есть вот такой красивый миф конспирологический о мудром красивом и успешном президенте которого сразила пуля неизвестных там даже не одна пуля несколько заговорщиков говорю конечно же про убийство кеннеди и существует огромное количество версий экзотических и анекдотических из анекдотических я могу вам сказать что есть и она активно продвигается кстати говоря в определенных кругах теория что кеннеди убили ни много ни мало те самые ольстерские лоялисты про которых я вам регулярно рассказываю потому что шофером его был офицер секретной службы уильям грир и грир родился в северной ирландии но тогда еще ирландии когда он родился но вольстере состоял в лоялистском оранжевом ордене потом перебрался в америку но и согласно вот этой теории чтобы отомстить всем ирландским католикам он на не то лично убил кеннеди не то активно в этом участвовал вольстере на тему любят шутить так как сейчас там очень не любит байдена то периодически кто-то так полу шутку полу все в полу шутку в полусерьез говорит где-то там новые уильям грин но относиться к этому конечно серьезно не стоит из экзотических версий моя любимая так скажем это которую выдвинул писатель чарльз маккарин в романе слезы осени 70 74 года о том согласно ей кеннеди был убит вид на южно-вьетнамскими патриотами которые отомстили ему за то что он так или иначе способствовал перевороту который привел к смерти лидера южного вьетнама нго день съема конечно тоже маловероятно хотя кстати здесь довольно сложная ситуация потому что автор этого романа чарльз маккаре повторяю он работал в цирогу сам он был в хороших отношениях с хелмсом директором цирога вообще колоритнейшим персонажем и в романах маккаре мы с вами можем 70-х 80-х 90-х годов можем обнаружить например такие истории как арабские террористы которые используют для атаки пассажирские самолеты это по-моему роман 79 года или историю о том как левы совместно опять же с представителями спецслужб фальсифицируют результаты выборов и практически их похищают победившего кандидата это роман 96 год поэтому как видите тут может быть она не такая экзотическая а вот но в целом еще раз говорю можно вспомнить все что угодно я уж не буду на остальных останавливать самое главное что кеннеди знаете такая старая тоже черная шутка ее к разным политикам и деятелям поп-культуры применяют а именно что его или ее смерть это самое удачный карьерный ход вот с кеннеди как раз тот случай он был абсолютно никудышным сенатором прямо скажем он вообще не должен был заниматься политикой из-за того что погиб его старший брат кстати отличавшийся видимо социалистическими взглядами и никому смерти не желаешь но кто знает от чего уберегла америку тогда смерть джозефа кеннеди младшего но вот джозеф кеннеди старший считал что обязательно кто-то должен стать главой страны и значит пошел джон который по планам изначально патриарха вообще должен был стать профессором где-то там и кеннеди с одной стороны перед нами образ очень больного человека которого постоянные проблемы со здоровьем который оказался там где ему и не хотелось особенно быть с другой стороны это такой портрет плейбоя который не пропускал ни одной юбки и из-за того что было с богатой семьи не знал цену деньгам и за него постоянно платили его там друзья приятели и тогда далее но образа политика там нет тем более сильного это что он побыл сенатором непонятно каким потом тоже при весьма сомнительных обстоятельствах стал президентом ну вот все это и будучи президентом ничем себя особенным не проявил за исключением может сокращение налогов вот собственно говоря все что с кеннеди связан более того так скажу если бы кеннеди остался в живых тогда и если бы он проиграл на выборах 60-го года то это был бы байден вот абсолютно в этом уверен такой же беспринципные такой же флюгер и такой же лишенный к или философии но вот случилось так что кеннеди было застрелено и сразу же стало обрастать многочисленными теориями его смерть теории полным полно но скорее всего они действительно никак не связаны с тем что произошло в далласе в ноябре 63-го года считать что его убили злые республиканцы вряд ли на самом деле в демпартии считали представьте себе что кеннеди скорее всего проиграет выбора 64 года и даже были разговоры что может ему не стоит идти на выборы такое было считать что убили его какие-то ультраправые крайне маловероятно потому что на тот момент какую-то часть ультраправых выпавших из консервативного движения их что самое смешное частично контролировали коммунисты по крайней мере шла без информация антиамериканская через них а частично и в б по многом по инициативе того же кеннеди считать что это бэр цру зачем гувер и макоун главы фбр цру может что недолюбливали кеннеди но гувера все требовали убрать а кеннеди его оставил и гувер это знал зачем ему тогда какие-то подобные дела и компромата на кино него было полно макоун республиканец да неожиданное назначение на пост главы цру ну правда дались тоже был республиканцем но тоже у них были может не идеальные отношения но макоуна совершенно было не нужно ликвидировать кеннеди эти ужасные военно-промышленный комплекс опять же зачем все это было нужно для бизнеса снижение налогов она была только кстати в общем смерть кеннеди реально никому не было выгодно в соединенных штатах и и можно было манипулировать мог двигаться в любую сторону зачем от него избавляться мафия да это звучит более так скажем правдоподобное тем более что у папы джо с ними были связи и они помогли действительно кеннеди в чикаго например и вообще в или носи вдруг откуда-то на и над набрать нужные голоса для победы но с другой стороны тоже зачем им мстить кеннеди чтобы добраться до его брата бобби который прославился как борец с организованной преступностью и профсоюзными связями ну зачем это нужно тогда же сразу бы с бобби разбирались мстить отцу то есть джозефу возможно но напомню джозеф в начале 60-х случился удар и хотя он сохранял более-менее здравый смысл но это был уже совсем не тот человек который активничал 40 с 30-х по 50-е и что ему мстить тоже тоже большого смысла нет хотя да я понимаю что категория у мафии мафия активно работала в том числе тоже и на коммунистические спецслужбы такие случаи были но вряд ли да и на коммунистов свалить хотелось бы было бы весьма соблазнительно но тоже маловероятно потому что было очевидно что кеннеди он не является сильным противником и избавляться от него особенно и не нужно куба тоже пожалуй вариант весьма и весьма правдоподобный но и там очень многое указывает на то что кубинцы интересовались как бы избавиться от кеннеди и джек руби небезызвестный судя по всему было завербован на кубе поэтому то что случилось с освальдом это тоже оставляет ряд вопросов но представить себя что куба бы пустилась на такую инициативу без разрешения москвы ну довольно таки сложно общем вот такая вот ситуация и мне в этой связи кажется наиболее правдоподобная версия которую высказывает генерал по чипу недавно скончавшийся он исходит из того что конечно же освальд был коммунистом более того он точно работал на советские спецслужбы так как такие люди как он очень удобные вроде бы не заметные но могут поставлять много всякой важной информации что скорее всего и действительно готовили для какой-то теракта не обязательно даже убийство президента для убийства кого-то кто там чем более что как он как я вам рассказывал по книге гюнтера райнхарда в прошлый раз убийство не неугодных людей в америке практиковались довольно таки часто коммунистами и в этом плане освальда бы ему еще подсунули эту сексуально озабоченную марину в советском союзе но в какой-то момент освальд оказался никому не нужны и тогда он перешел к активным действиям а потом чтобы уж от него избавиться и не выявлять ничего такого чтобы он не проболтался до руби его устранил интересно что доклад комиссии ворона критикуют и справа и слева любители заговоров считают что он все скрыл те кто разоблачал коммунистические шалости указывают на то что тот же почепы пишут что во первых доклад комиссии ворона оказался в москве и в бухаресте чуть ли не быстрее чем у американских политиков так к слову а во вторых что румынские спецслужбы на ним в общем-то посмеялись над докладом потому что все варианты которые указывали на возможную связь освальда с советской разведкой они все были проигнорированы и это понятно почему джонсон был ориентирован на то чтобы советским союзом так или иначе мириться и не вступать в конфронтацию прямую и поэтому комиссию она была озабочена тем чтобы реальные какие-то связи освальда с москву их так или иначе свести к минимуму и с тех пор всякий раз когда огромное количество рассекреченных документов она осталась до когда появляется трамп помните какую часть опубликовал теперь байден то вот все ждут а сейчас то вот мы все и узнаем и ничего кто-то там желающие могут цепляться за какие-то факты за какие-то там недомолвки что вот кто-то в церковь если мы говорим с вами о последней партии документов которые вот сейчас публиковать что в церковь не все убыли не все считали что освальд был действовал в одиночку что где-то там можно найти указание на то что куба очень беспокоилась из-за того что церковь там готовят какие-то операции антикубинские кстати да я этот момент упустил есть версия что кубинские мигранты антикоммунисты еще участвовали в ликвидации кенди тоже в это верится с трудом зачем им это было нужно настраивать против себя америку живя там верится с трудом но да была эта операция дракон так называемая советских спецслужб которые сработала по дезинформации что вот во всем виноваты джонсон в пк и спецслужбы увы это все работал очень хорошо и подкармливаемый этими этой дезинформации прокурор гаррисон целую книгу написал по которой был фильм джейф к и помнить такой пример когда советская пропаганда и дезинформация чуть было скоро не получил не единственный пример кстати а вот но вернемся к документам да что вот они указывают на то что вроде бы в цру были озабочены тем что как бы кеннеди не узнал вроде бы об их метод действий против кубы на кубе это беспокоил но самое главное что по тем документам что есть хоть огромное количество но в основном это какие-то чисто бюрократические доклады сообщения вроде того что поступил звонок оттуда-то поступил какой-то там хоть ненормальный что-то позвонил рассказал кто-то отслеживал да все движения освальда кто-то еще какие-то отчет писал но ничего нового не добавил да очень много информации о том что освальд изо всех сил искал контактов с кубе с представителями кубы и советского союза но кстати говоря это не факт что получил он от них какие-то прямые указания скорее всего на от них что-то там добивался вроде того чтобы они его вывезли или еще чего-то но это действительно так канда в основном он с ними вступал в контакты хоть какие-то указания на то что действительно в этом замешаны спецслужбы американские или еще кто-то новые документы нам тоже этого абсолютно в общем-то не не сообщает по крайней мере то что я поискал посмотрел эти обзоры которые уже появились так что скорее всего и дальнейшие документы нам ничего не расскажут но их будут еще долго засекречивать потому что вообще подобные вещи их надо хранить увы так как там могут много всякой информации вылезти об источниках об информаторах может выяснится что действительно были скрыты какие-то данные для того чтобы избежать конфликта с советским союзом или с кубой с той же самой а никак не для того чтобы скрыть какие-то там шалости своих же спецслужб в общем если мы с вами говорим о каких-то заговорах или о том что вот преступление кеннеди обросло множеством этих самых версии версии и так далее и так далее у меня складывается впечатление что заговор тут один это сделали средства массовой информации даже я уже сказал при активном участие кремля конечно же но тут скорее всего даже без кремля дело обошлось потому что создать образ вот этого прекрасного молодого рыцаря который уехал в белый дом чтобы творить добро и которого настигла пуля вражеская его конечно же это поможет позволяет отвлечь от того факта что кеннеди повторяю был плохим президентом и вообще политиком очень слабо то что многие любят до ставить за всем этим обязательно непосредственно агентов посылаемых приз по прямому указу из кремля но тоже это красиво что вот антикоммунист был повержен коммунистической систем ближе к истине но тоже как я вам сказал есть ряд поправок реальность на данный момент эти документы ничего не сделали для того чтобы эту реальность поколебать увы такова что повторяю не очень здоровый абсолютно не некомпетентный слабый президент у которого не добился большого успеха был застрелен неудачником коммунистом который оказался не нужен ни своей стране со своими левыми взглядами не советскому союзу который его завербовал увы эта история она унылая и не очень красивая поэтому я полагаю что ее она никому не интересно и дальше будут развиваться все новые и новые теории будут находить пытаться любое какое-то смерть кого угодно приведет причастного к этой истории так или иначе будет раздуваться каждая новая публикация документов будет ожидаться что вот сейчас мы все узнаем а на выходе будет все то же самое и конечный результат не изменится так что вот такой у меня взгляд на на то что опубликовала администрация байдена если сергей что добавить с удовольствием передам слова пожалуй я вынужден согласиться с тем о чем вы говорили ну а если у наших радиослушателей будут вопросы или комментарии давайте послушаем рекламные объявления после этого вернемся продолжим если будут звонки мы обязательно примем возвращаемся в программу час ивана дениса у телефон студии 847 4005 200 на тот случай если у вас возникнут вопросы звоните задавайте но сейчас о том как костерская ольстерская культура повлияла на нашу повседневную жизнь я наверно завершаем мы сегодня наш разговор который продолжался целый год про ольстер ту его часть которая стала называться северной ирландии в честь столетия северной ирландии естественно не означает что мы вообще к ней не будем возвращаться вы уж поняли я люблю и упоминать при каждом случае но вот таких вот ежемесячных выпусков уже не будет только если речь зайдет о каких-то новостях тем не менее мы говорили с вами в основном о событиях либо печальных либо не столь печальных но всегда связанных с политикой или еще с чем-то а для завершения нашего вот этого года северной ирландии я бы хотел с вами сегодня поговорить о том насколько вот это маленькое казалось бы место такое в европе оказалось сильное влияние на культурную жизнь в независимости от политических взглядов тех людей о которых я буду говорить и что в общем и целом может даже сами не замечаем насколько сильно мы так или иначе все живем в том культурном мире который создали выходцы из ольстера и я имею ввиду конечно же него к калчер хотя увы некоторые потомки ольстерцев и там замечены а вот то лучшее что мы с вами в западной культуре и ценим и хотя когда первое в общем то что о чем мы говорим когда речь заходит о северной ирландии к культуре ольстера это какие-то такие элементы культуры ну что называется рабочего и среднего класса этих знаменитые лоялистские парады непременно с музыкой с ними огромными барабанами и флейтами это какие-то обязательно связанные с футбольными фанатами моменты так как да обязательно полагается болеть за линфилд из белфаста и за рейнджерс из глазга это масштабные граффити либо связанные с боевыми организациями либо с историей и героями ольстера или с королем вильгельмом третьим но это в общем то это хорошо на самом деле потому что если вы вдруг посмотрите фотоотчеты скажем с парадов посвященных 12 июля то вы увидите людей которые действительно получают этого удовольствия что самое главное там сюда очень много детей и дети тоже любят они в свою не культуру своей страны вот даже не страны вот этого уникального места они впитывают с детства и в общем поэтому действительно если все вокруг северной ирландии трещит по швампу к всему королевству то такого уважения к своей культуре как там мы наверное нигде больше мы и не увидим но не только этим северной ирландии в общем то заметно хотя это уже важно а а например мы привыкли где я к этому тоже сегодня еще вернусь что например северный ирландии таки уже сказал воспринимается как прежде всего место такого среднего низкого среднего даже низшего среднего класса и класса рабочего и ольстерцы перебравшиеся в америку они изначально это были фермеры или люди населявшие средний запад которым как-то было принято относиться немного с высока американской элиты той поры да и не только той однако белфаст 18 века и ольстер 18 века вполне можно было считать одним из интеллектуальных и культурных центров британской империи и более того представьте себе если мы с вами посмотрим на историю печатной продукции тот самый старый из ныне действующих печатных органов это северо-ирландский белфаст ньюслеттер или теперь он просто называется ньюслеттер он выходит начал выходить в 1737 году и представьте выходит по сей день ни одна не британская не тем более американская газета все-таки американцы чуть позже стали этим заниматься да не может сравниться с таким долголетием и ньюслеттер вполне себе в порядке на по сей день изначально хотя говоря они были скорее нацелены на независимость ирландии в целом сейчас это юня низкое издание и такой рупор если хотите консервативного консерватизма северо-ирландского у них есть только один минус они любят очень много платных материалов печатать там какой-то какого-то момента знаете вы можете их читать бесплатно а потом начинают деньги требуют это проблема но в целом а издание очень хорошее если кто-то хочет понять что происходит северной ирландии не только с моих слов а со слов местных авторов я вам советую как раз ньюслеттер и кстати говоря одним из главных деятелей этого издания является билли кеннеди журналист известный который еще и человек занимающийся тем что очень много рассказывает о связях о связи америки и ольстером него целый ряд книг на эту тему вышел за что ему тоже благодарны ольстер привнес в соединенные тогда в британскую империю а позже в соединенное королевство политическую сатиру я не хочу сказать что сатира до того не было конечно же она была но принято считать что появилась она именно вот на британских островах в конце 17 века и связана она все с тем же королем били или вильгельмом третьем который во время якобитских войн о которых вам рассказывал нашему июльском выпуске он был одним из умнейших монархов да и тех людей увы сейчас таких уже не осталось да и давно не уже таких нет который прекрасно понимал что война войной а надо уметь задолго до того как это выражение стало популярным покорять сердца и умы поэтому мало того что во время боевых действий в ирла на ирландском острове он очень активно сам искал контактов с жителями ольстера и стала в общем-то для них героем по сей день но он еще и на привлек целый ряд карикатуристов изначально это такой грамотность все-таки еще не было карикатуристов из своей родной голландии для того чтобы высмеивать через карикатуры своих противников якобитов ну и себя естественно показывать как он защитника британских традиций протестантизма и так далее и представьте себе это сработало ну почему представьте все таки данное должно было сработать а оказалось что сатира она столь же действенная как и оружие и с тех пор действительно она стала уже неотъемлемой частью британской политической жизни так что вот ведь такие казалось бы вещи которые мы тоже воспринимаем их как должное газеты печатные издания мы сейчас в электронном виде конечно же и сатира а все опять или во многом идет оттуда если говорить о писателях то наверное самым известным британским автором выходцам из северной ирландии зольстера тогда еще да это было клайв стейплс льюис и хотя он прежде всего известен как автор фантастических или фантазийных произведений но он еще был блестящим эссеистом на самом деле он был специалистом по христианству и много чего сделал для его продвижения и тут там сейчас не буду говорить что там хорошо это или плохо но тем не менее это важно согласиться к тому же льюис если вы почитаете некоторые из его произведений вот по письма баламут или баламут предлагает тост в русских переводах то увидите что там очень много чего предсказано например баламут предлагает тост там льюис точно описал это это довольно давно было написано в 50 и еще годы помнится прошлого века он там совершенно точно предсказал во что превратится государственное образование когда надо будет добиваться того чтобы не было никаких отличников чтобы все уравнивалось чтобы все это вот образование она обрушилась именно через подчинение образование государству это и должно было происходить я сам для меня льюис это прежде всего эссеисты в религии вы знаете я небольшой спец фэнтези и фантастику не люблю но и сам него действительно прекрасный поэтому как литературный критик как человек незаурядного чувства юмора чисто ольстерского он конечно уважение заслуживает и его творчество не могу сказать чтобы он был частью там американского консервативного движения нет но то что он сильно вдохновлял очень многих прежде всего консерваторов традиционалистов это безусловно так что когда вот мы говорим с вами о консерватизме американском прежде всего даже больше степени чем и британско то здесь у нас тоже с вами вот такое вот влияние северной ирландии ольстера в лице льюиса но раз мы с вами переносимся уже в соединенные штаты то здесь вообще раздолье потому что в американской культуре ольстер наверное на нее повлиял даже больше чем на британскую хотя я вам рассказал что и в британии что сколько было сделано но и в америке где выходцы из ольстера шотландские ирландцы или островские шотландцы они постепенно оказались виду на ведущих ролях почти везде но и я приведу вам самый яркий пример многие да и я наверное тоже так что что американскую литературу создал джентльмен который сэмюэл лона лонгфорн клемменс который писал то псевдонима марк тв и я думаю все со мной согласятся что писатель действительно великий человек который уникальным обладал талантом литературным написал очень много чего и для меня его скажем юмористические рассказы но это вообще крыша на английском языке точно никто так смешно не писал и всегда люблю какие-то его цитировать вспоминать в общем гениальный был автор его взгляд на человеческую природу который становился с годами все более и более пессимистичным но это тоже на самом деле элемент такого вот ольстерского пессимизма когда такое мрачноват восприятие мира оно до какого-то момента должно преобразовываться очень черный юмор как говорят сами ольстерцы мы можем многое чего простить людям но мы не прощаем одного когда человек относится слишком серьезно к себе а вот твен таким точно не был и то что вот эту часть ольстер он привнес в американскую литературу в американскую юмористику если угодно это конечно же его заслуга и можно вспоминать сколько угодно великих американских авторов их полным полно но то что где-то за каждым из них будет тень марка твена да и только за американскими на самом деле твен он универсален это вот одно из пока пока один из показателей того что ольстер в американской культуре на каждом шагу в музыке все мы с вами знаем стиль кантри тоже я понимаю все по-разному к нему относятся я люблю например стиль кантри но это абсолютно вот ольстерское явление если вы послушаете песни которые сочиняются в северной ирландии про то как северной ирландии создавалась как шла борьба с с ирландцами как шла борьба с лондоном за то чтобы остаться в составе королевства а потом переключиться на американское кантри то в общем то вы поймете действительно откуда собственно говоря у кантри ноги то и растут потому что кантри это вот как раз те самые люди которым относились некоторым презрением hillbillis redneck и так далее вот они этот замечательный музыкальный стиль и создали и достаточно сказать что долли партона прекрасная и удивительная она родом из ольстера так или иначе про джонни кэша разное я читал но попадались мне данные что у него тоже ольстерские корни и ну а ладно кантри элвис ольстерец представьте себе да и у него предки какая-то их ему не все естественно но какая-то их часть они тоже самые что ни на есть ольстерцы и поэтому музыкальная америка музыкальная поп-культура америки элвис долли партон кантри рок все чем америка и американская музыка двадцатого века и прославилась это все привет из северной ирландии представьте себе из ольстера но конечно же про кино я тоже не могу вам не сказать тем более что в кино себя нашли очень многие выходцы из ольстера но досадно что человек который подпадает под шотландско-ирландское определение папа ирландец мама шотландка все таки не ольстерец но по крови он им близок я про рейгана сейчас который напомню изначально это был актер но вот если мы с вами говорим просто о людях из ольстера то это конечно же джон уэйн замечательный символ американца стопроцентного консервативного какого угодно идеальный герой вестернов идеальный герой вообще вот он у нас тоже родом из тех же самых ольстерских краев и как видите образ идеального американца он во многом связано с образом ольстерца благодаря прежде всего повторяю джон уэйна его друг и звезда все тех же сороковых пятидесятых годов и более того человек с которым ну рискну сказать что многие я точно ассоциирует кстати говоря праздник который вот у нас на носу именно рождество он тоже ведь родом из ольстера вы прекрасно вспомните наверняка замечательный фильм это прекрасная жизнь который ну наверное одна из лучших а может и лучшая вообще рождественская история да там есть некоторое дурное влияние нового курса я все прекрасно понимаю но никуда не денешься идеальное рождественское кино прямо скажем кто играл главную роль консервативный республиканец тут уж не удержусь с удовольствием с этим поделиться этим фактом а джеймс стюарт откуда стюарт родом вы уже поняли так что и как видите и рождество и американскую поп-культуру рождественскую мы тоже с вами воспринимаем вот благодаря человеку родом из ольстера ну раз я до назвал таких двух ярких людей то упомянущую аву гарднер тоже про нее разные говорят по ее происхождение но ольстерцы американцы ольстерского происхождения считают ее свои женщина потрясающей внешности актриса тоже нам видят прекрасно хотя и там любили снимать в экзотических ролях испанок и по моему итальянок но не всегда но часто но однако же леди британского происхождения и в том числе и ольстерского и тоже символ американской красоты американской сексуальности если угодно и здесь как вы видите не обошлось без ольстерской крови если посмотреть на день сегодняшний то нисан которого все мы помним прежде всего как оскара шиндлера тоже и ставший не так давно героем боевиков таким потрепанным потертым но тем не менее крепким и готовым отомстить и взять верх над любыми злодеями абсолютно человек ольстерского происхождения но сейчас например по всему миру идет до нас правда пока не дошел белфаст кианата брана и ему сулят много золотых глобусов оскаров я правда не верю что он их получит потому что увы да все таки политики нам не скрыться если этот фильм я его не видел ничего не могу сказать но его хвалят в основном если фильм действительно следует исторической правде то там точно нет представителей меньшинств потому что он рассказывает про белфаст конца шестидесятых там и сейчас то черных и азиатов мало да и лгбт-активистов не очень-то много а в 69-м и по даму поэтому я очень сильно сомневаюсь что он получит какие-то премии но то что сейчас он действительно стал событием кинематографическим 2021 года но и для меня приятно может кто-то заботиться действительно и станет интересоваться культурой и северной ирландии и истории хотя рецензенты пока пишут всякую хинею про этот фильм не о самом фильме я имею ввиду когда пытаются рассказывать что-то про северную ирландию но это видимо неизбежно ну вот кеннет брана его создатели тоже родом оттуда более того хотя он вроде бы дистанцируется он уехал в лондон но хоть он и любит себя дистанцировать но ответь снял такой фильм с любовью к родному белфасту и продолжает по его словам болеть за те же самые линфилд и рейнджерс про которые я говорил так что вот белфаст возможно станет таким событием которые вот в год стали в столетии ну северной ирландии нужно сто одно лететь на следующий год если вдруг оскара все-таки получит мало ли все снова вспомнят что есть такое место и может им даже заинтересуется чего бы мне хотелось ну и еще очень интересный момент связанный с культурой это то что вот знаете я уже упоминал этих хиллбиллис кстати их так называют в честь короля уильяма того самого король билли значит вот представители среднего запада которых принято так с презрением воспринимать это хиллбиллис так как они преимущественно родом были из ольстера но тем не менее образ этих самых хиллбиллис и их словечки выражения их быт его он вошел в тоже в американскую повседневную жизнь благодаря человеку по имени элл кэп кэп несмотря на такую немного ирландскую фамилию на самом-то деле он алфред каплин и вот вот это вот связь еврейской и ольстерской культуры на американской почве они создали идеальное сочетание потому что комикс кэп лил эбнер крошка эбнер я считаю гениальное произведение он был очень лучший комик всех времен и народов потрясающе смешной изобретательный но еще то как кэп там сочетал особенности американского еврейского юмора и американского вот этого ольстерско-шотландского юмора все это дало то что и выражение из комикса вошли в повседневную жизнь и персонажа так или иначе стали вот символом среднего запада но кто-то их воспринимает как негатив негативные точки зрения кто-то наоборот видит в них такое вот идеальное воплощение настоящих американцев которые да могут там быть в чем-то простые но в принципе люди добрые открытые и доброжелательные ну я согласен естественно с этой трактовкой но как бы то ни было вот действительно получается видите что этот комикс по которому многие судят о среднем западе основан все на тех же ольстерцах а написано замечательным элам кэпом поэтому тоже вот такой вот момент связанный с единением культуры с тем как америка не разъединяет ни в коей мере культуры а как их соединяет и как вот это вот ольстерство да проститься мне такой может не слишком красивый неологизм как она работает и действительно является одной из частей не буду говорить что главный да наверное единственный нет но одно из самых важных частей того фундамента на котором американская культура создавалась да и западная тоже на самом деле но если отвлечься от культуры я знаете не откажу себе удовольствие еще об одном факте вам напомнить а именно то что человек который не будем сейчас пускаться в конспирологию давайте уже будем следовать общепринятым я думаю стоит им следовать понятием человек который ступил на луну он тоже родом из ольстера поэтому когда в северо-ирландском сегменте твиттеры отмечают годовщину высадки на луну то там обязательно как и фотографии нила армстронга то он там обязательно не с американским флагом уж простите а с ольстерским потому что в северной ирландии да они уважают америку они естественно понимают кто такой нил армстронг но им приятно осознавать то что армстронг он тоже вот родом из того самого вольстера из того сайт той самой северной ирландии и хотя вроде бы напрямую это культуре не имеет отношения но тоже столько мемов столько шуток и то по себе и выражение из вас знаменитое помним про шаг для человека для человека и прыжок для человечества вот видите тоже это нам сделал человек выходец из того самого места про который вам рассказывал весь этот год мне конечно немного грустно что я на этом свою свой цикл завершаю но северная ирландия остается ольстерская культура как вы видите она не то что остается она в нас не только и у вас кто живет в америки и в тех кто живет за пределами страны но следует американской англоязычной культуре мы так или иначе ею тоже все живем и я надеюсь что этот мой цикл вам хоть какую-то часть моей симпатии к этому удивительному месту как вы надеюсь по самой согласитесь прослушивать 12 передать удалось мне вам его передать сейчас из-за всех этих безумий туда трудно выбраться но я надеюсь что мы там все рано или поздно побываем как так или иначе за свидетельством уважения этому месту и пожелаем ему еще ну как минимум ста лет благополучия чтобы там не было ни насилия ни взрывов ни убийств ничего такого а юмор ольстерцев и их достижения по-прежнему нас бы всех радовали и здесь наверное я умолкаю ивана огромное спасибо и как всегда очень интересно и познавательно и до встречи в следующий раз большое спасибо вам еще раз с праздником и до встречи